Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с гостем нашей программы будем говорить о безопасности детей в летний период и профилактике преступности несовершеннолетних. Присоединяйтесь! Евгений Геннадьевич Миткевич, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома. Родился в 1965 году в Жлобине. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1982 году слесарем на Гомельском радиозаводе. Служил в рядах вооруженных сил. Еще во время обучения в ВУЗе в 1989 году начал работать учителем в средней школе номер 47 города Гомеля. С 1995 года прошел путь от заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе до первого заместителя начальника главного управления идеологической работы облсполкома. В 2007 году был назначен заместителем председателя Будокошелевского райисполкома. С 2010 года находится на нынешней должности. На вопросы, которые касаются деятельности комиссии по делам несовершеннолетних облсполкома, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Добрый вечер, Оля. Добрый вечер, уважаемые телезрители. О том, чтобы летом дети не оставались без внимания, специалисты позаботились заранее. На протяжении всего лета ведут работу лагеря оздоровительные, лагеря труда и отдыха, всевозможные площадки и кружки. На Ваш взгляд, какие мероприятия, какие, может быть, отдельные идеи явились самыми интересными, самыми эффективными? Вы знаете, мы постарались в этом году не только использовать тот накопленный потенциал, те формы, методы работы, которые мы использовали в прошлые годы, но и постарались найти какие-то новые формы, которые бы способствовали полезному отдыху наших подростков и их занятости. Поэтому, наряду с традиционными оздоровительными площадками, оздоровительными летними лагерями, в этом году Управлением образования совместно со всеми другими заинтересованными службами, в том числе и Комиссией по делам несовершеннолетних, пройдена была работа по открытии лагерей профориентационной направленности, продолжена работа патриотических лагерей с участием воинских частей, которые расположены на территории Гомельской области. Также это экологическая направленность, но и исходя из тех дат, которые мы отмечали в июне, в июле и будем отмечать в августе, проводились различные акции, различные мероприятия, как областного, районного, так и республиканского значения. С работой как раз патриотического лагеря мы еще сможем сегодня ознакомиться, у нас есть сюжет, но скажите, как летом ведется работа с подростками, которые требуют к себе повышенного педагогического внимания? В первую очередь мы постарались расписать их каждый месяц, это июнь, июль, август, чтобы они были заняты, несмотря на то, что многие из них в июне учились или сдавали экзамены, но мы все-таки предложили им разнообразные формы занятости. В первую очередь мы постарались, чтобы для них были открыты лагеря именно военно-патриотической направленности. Такие лагеря прошли у нас уже в июле месяце на базе военно-транспортного факультета нашего Белорусского государственного университета транспорта. Сейчас на базе войсковой части 55-25 открыт лагерь, который имеет такое название «Граница», также для 25 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Ну и кроме этого в районных центрах, это МОЗ, Речица, Светлогорск и другие города, также были созданы военно-патриотические лагеря с участием всех заинтересованных ведомств и служб. А сами ребята проявляют интересы? Им это нужно? Вы знаете, вот тот лагерь, который мы уже в этом году отметили, пятый год, это наш лагерь курсанты на базе военно-транспортного факультета, он показал, как за 9 дней меняются ребята, как они получают какой-то определенный опыт и потом в дальнейшем будут использовать его в своей жизни. Опыт полезный. Спасибо, Евгений Геннадьевич. Мы эту тему обязательно еще продолжим. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Здравствуйте. Вам звонит жительница микрорайона Любинского Смирнова Татьяна Евгений Геннадьевич. Можно, чтобы наши в 47-й школе, вот наступающий учебный год, провели профилактическую беседу как и в наступающем году, вот так вот, поддерживали, как и в начальных классах, так и в старших классах. Очень много, что дети ломают кустарники, ветки деревьев, притактывают цветы. Можно, чтобы детям объяснили, что это нельзя делать, надо беречь насаженные здесь зеленые посадки какие, хоть даже это и цветы какие, и чтобы они не описывали здания и живых домов, и магазинов, и на остановочных пунктах беседки не описывали. Можно, чтобы детям это проводили, разъяснительные беседы. Также, пускай даже и в детских садах, там в старшей подготовительной группе, потому что смотришь, ребенок, когда бегает, гуляет во дворе, с ломастером подбегает где к двери, входной в подъезд, или на скамейке описывает, или в беседке, там хоть даже не то, что он может писать, а так нарисовать, что угодно. О, какой я хороший бабушка, или там мама, смотри, что я делаю. И что мама? Мама ничего не говорит, и бабушка, если им делаешь замечание, они матерятся, проклинают, не слушай эту дуру, пускай она идет в другое место, а ты вот здесь играешь, а здесь вон дома управления есть, покрасит краской. Ой, мы вас поняли. Да, к сожалению, мы прекрасно вас понимаем. Все принимается, но мы обещаем в очередной раз провести беседу не только с детьми, но и их родителями. Ну, а в вторую очередь мы дадим поручение нашим сотрудникам милиции, чтобы они выявляли такие факты и, соответственно, привлекали к административной ответственности родителей, которые не отвечают за своих детей. Ну, вот, наверное, да. Если мама и бабушка спокойно к этому относятся, то, ну, может быть, только милиционер еще как-то сможет повлиять. Поэтому только через административный. Ну, я предлагаю посмотреть сюжет. В Гомеле на базе войсковой части 55-25 начал работу военно-патриотический лагерь. С его участниками познакомились наши корреспонденты. 25 человек, учащихся профтехучилищ Гомельской области. На 9 дней все они участники военно-патриотического лагеря «Граница». Название можно толковать по-разному, однако для некоторых эти дни действительно могут многое изменить на «до» и «после». Большинство этих подростков нуждается в постоянном повышенном внимании взрослых. И нахождение на территории воинской части на протяжении даже такого относительно короткого времени способно в значительной степени изменить их жизненные ориентиры. Показательное выступление бойцов спецназа в этом смысле как демонстрация того, что ту же физическую силу можно применять с пользой для себя и других. Кстати, по возрасту участники лагеря военнослужащие отличаются на полтора-два года, однако это совершенно разные люди. В первую половину дня у них ежедневно это расписание занятий по графику воинской части. То есть они точно так же, как и солдаты срочной службы, будут проходить подготовку по их программе. Вторая половина дня в зависимости от того, какой это день недели, это различное посещение музеев, посещение базы освод и так далее. То есть вторая половина дня уже в городе, то есть выездные мероприятия. Занятия по программе военнослужащих это утренняя зарядка, строевая и огневая подготовка. Причем с боевым оружием, находящимся на вооружении части, участники военно-патриотического лагеря знакомятся в первый же день. Многие нечто подобное видели только в кино и даже не подозревали, какая нужна физическая подготовка, чтобы применять такое вооружение на практике. Сначала ребята даже стесняются взять его в руки. Это среди сверстников, некоторые из них считают себя крутыми, а здесь настоящее мужское дело, опозориться никак нельзя. Правда, через несколько минут количество смелых увеличивается. Многие даже признаются, записались в лагерь специально, чтобы узнать о реальном быте современного солдата. Предложили с училища, ну жду, посмотреть, как вообще живут военнослужащие, что они тут делают, их не распорядок дня. Ну и побывать на стрельбище, на всяких мероприятиях военнослужащих. Пожалуй, самое значительное, что напрягает в первый день, жесткая дисциплина. Однако к этому придется привыкать. Офицеры сразу напоминают, воинское подразделение не детский сад на гражданке, а поэтому ведите себя как взрослые. Этим летом на базе части 55-25 уже работал подобный военно-патриотический лагерь. Тогда его участниками были гомельские школьники. Итоговый результат оценен как положительный. С ними не трудно, они такие же дети, как и обычные дети. Единственное, требуется от взрослых, от нас, от офицерского состава, их правильно направить, нацелить, чтобы они видели цель в жизни, цель ближайшую, будущую. И все у них получится. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей студии, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетнего Гомельского облсполкома Евгений Миткевич. Евгений Геннадьевич, а вам известны примеры, когда дети, пожив в подобных условиях, действительно менялись? Какие-то ставили себе новые ориентиры и новые цели в жизни? Вы знаете, есть такие примеры, потому что наши заместители, председатели комиссии по делам несовершеннолетних, продолжают контактировать с такими ребятами. Зачастую эти ребята, которые, став на путь исправления, повзрослели, имеют семьи, имеют детей, работают, и иногда они выступают спонсорами. Примерами могут быть и наши курсанты, потому что ВКонтакте есть страничка, где ребята, которые побыли в этом лагере, они общаются. Эта страничка уже существует второй год, и там можно четко отслеживать судьбу тех ребят, которые были в этом лагере из Житковичского, Петриковского района. И именно через эту страничку мы узнаем о том, что, да, некоторые ребята, уже повзрослев, которым исполнилось 18 лет, они совершают те или иные противоправные деяния. Поэтому есть как положительные, так и отрицательные моменты. Ну, дай бог, чтобы положительного было как можно больше. Еще хочется пожелать хорошо провести каникулы всем участникам лагерей. Но, к сожалению, определенная часть подростков себя проявляет не в строевой подготовке, не в спорте и не в художественной самодеятельности, а как раз в деяниях, которые караются законом. Скажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация с преступностью среди несовершеннолетних вот этим летом? Ну, если говорить по статистическим данным, то по итогам семи месяцев мы имеем снижение преступности. И это связано с тем, что задействованы были все рычаги для того, чтобы активизировать работу по занятости подростков. Мы отслеживаем теперь летние месяца, июнь месяц, июль. И если говорить про июнь месяц, то за этот месяц в период совершено 11 преступлений, но за июль месяц немножко больше 17. То есть за два первых месяца летних месяца мы имеем порядка 28 преступлений. Ну, какие это преступления? Это кражи, кражи велосипедов, кражи сотовых телефонов. Ну, в Светлогорском районе ребенку захотелось пить, поэтому с прилавка магазина он украл бутылку вина и бутылку пива. Есть, соответственно, преступления, которые совершаются в сфере незаконного оборота наркотиков. К сожалению, ребята не понимают, что за это им будут большие сроки, если будет доказана их вина. Поэтому вот такие виды преступлений, которые мы имеем по истечении этих двух месяцев летних. Наверное, ну, как-то странно сравнивать, но хорошо хоть вреда никому особо не причиняют здоровью. Ну, вы знаете, есть такие примеры, когда возбуждаются голодотела по хулиганке, когда нанесили телесные повреждения несовершеннолетним. И такие случаи есть, и, к сожалению, приходится констатировать город Гомель, Мозырский район и другие регионы нашей области. Ну, вот что самое страшное. Как часто дурной пример подросткам подает не улица, не шпана, а их собственные родители? Вы знаете, даже и в эти летние месяца, я имею в виду за два месяца, есть примеры, когда наши подростки совершали преступления совместно со взрослыми. Чаще всего, когда взрослые вовлекают их в противоправную деятельность, но и есть примеры, когда они совершают преступления вместе с своими родителями. Это я назову Чечерский район, где ребенок вместе с своим отцом украл несколько килограмм тонн, можно сказать, сена, 7 рулонов. Есть примеры, когда у нас в Житковичском районе также несовершеннолетние совместно со взрослым украли 15 килограмм рыбы. Ну, и другие примеры. И зачастую получается так, что именно родители, взрослые, толкают иногда несовершеннолетних на совершение тех или иных преступлений. Ну, и кто же, что тогда сможет этому ребенку объяснить? Какой тогда авторитет у него будет иметь человек, который ему рассказывает о правилах поведения, если самый его близкий человек воровство не считает чем-то предусудительным? Ну, возбуждаются уголовные дела и в отношении взрослых родителей за то, что они вовлекли. Здесь уже рассматривается другая статья, которая предусмотрена Уголовным кодексом Республики Беларусь. И не только нравственный аспект всего происходящего. Вообще стремление людей к легкой наживе, честно говоря, иногда шокирует. В Речице таксист занимался распространением наркотиков, спайсов. Его жена при этом активно участвовала в приеме заказов. Жена, к слову, декретница, двое маленьких детей в семье. Расскажите, пожалуйста, что эту семью ожидает? Ну, и, соответственно, что будет с их детьми? Ну, что касается наших взрослых нерадивых родителей, они находятся в СИЗО. Соответственно, идет следствие, и уже суд определит их виновность и их наказание. Что касается детей, то здесь органы опеки нашли тех людей, которые будут выполнять сейчас функции. Но здесь, в части в этой семье оказалось, что родная бабушка. Они находятся под опекой, поэтому своевременно были приняты меры для того, чтобы дети не остались без внимания. Но у нас есть еще и другие примеры, когда взрослые задерживаются сотрудниками милиции именно за незаконный оборот наркотиков. Такие примеры есть у нас и в городе Гомеле. Там тоже есть несовершеннолетние дети. Поэтому оперативно решаем, чтобы дети были определены или в приют, или в замещающие семьи, для того, чтобы они были все-таки под опекой или государства, или близких родственников. Евгений Геннадьевич, в целом, как вы оцениваете ситуацию, дают ли результат меры, которые принимаются, чтобы не пустить в открытый доступ к несовершеннолетним алкоголе наркотики? Ну, вы знаете, внимательно слежу за теми изменениями, которые сейчас вносятся в наше законодательство. Раньше, соответственно, после 10 часов запрет продажи спиртных напитков. Сейчас эта мера будет отменена. Но, кроме того, мы основной упор делаем на то, чтобы наш спиртный, имеется в виду алкоголь, был недоступен для подростков. На что мы обращаем внимание? Это то, чтобы работники торговли не нарушали антиалкогольное законодательство, в части чего? Продажи спиртных напитков несовершеннолетних. Есть такие факты. Если говорить за этот период текущего года, то значительно увеличилось количество случаев, когда работники торговли совершали вот эти нарушения. Они привлекались к административной ответственности. Если повторно, значит, к административной ответственности уже привлекались руководители этих торговых объектов или, соответственно, юридические лица. Поэтому принято решение привести в неочередное заседание комиссии с участием все-таки руководителей торговых организаций для того, чтобы еще раз заострить это внимание и не допускать вот таких нарушений. Но по количеству выявленных несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения у нас очень хорошо работает милиция. Поэтому по сравнению с аналогичным периодом года также увеличилось количество этих несовершеннолетних. Есть проблема? Да, проблема, к сожалению, на... Но в то же время уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Но в состоянии наркотического возбуждения мы имеем рост по сравнению к аналогичному периоду прошлого года. Ну вот, наверное, пока будут существовать подростки, пока будет этот переходный возраст тяжелый, будет стремление к какому-то измененному состоянию сознания, к этим переживаниям новым. И у детей ведь нет страха перед этим, и нет страха перед последствиями. И как раз я хотела у вас узнать ситуацию с курительными смесями. То есть лучше, пока она не становится, не выправляется. Интерес по-прежнему к этому есть, доступ есть. И последствия тоже. Да, к сожалению, несмотря на то, что ужесточено законодательство, то, что проводится большая разъяснительная работа, то, что уже раскладываем по полочке, что ожидает того или иного подростка, если он совершит преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, сколько мы говорим, сколько говорят об этом преподаватели, идем в трудовые коллективы, разъясняем, хотим достучаться. Но все равно есть моменты, когда подростки все-таки совершают. С чем это связано? Ну, мы уже не раз говорили о том, что в первую очередь я считаю их незанятостью. Я думаю, чтобы отвлечь их от этой пагубной привычки, необходимо их занять. Необходимо им внимание со стороны родителей. Потому что смотришь на семьи, там обычно это деформированные семьи, где воспитанием занимается только один родитель, или там, где есть уже маленький брат и сестренка, и поэтому все внимание сосредоточено именно этим маленьким детям. А наши ребята, которым 14-17 лет, они не получают того внимания, той ласки со стороны родителей, поэтому вынуждены идти на улицу. На улице их ждут дяди, которые хотят заработать, которые их вовлекают. Потому что вот эта деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков, она приносит, соответственно, большие деньги. Но не надо забывать о том, что это приносит иногда и горе родителям, горе этим детям. Потому что уйти на 8-10 лет места лишения свободы, что с ним будет, когда он выйдет спустя 10 лет? А последствия употребления тоже известны? Ну, не будем говорить здесь о том, что пагубное воздействие на здоровье. И мы имеем уже примеры, которые свидетельствуют о том, что и со здоровьем не все благополучно, и такие дети становятся частными посетителями наших учреждений здравоохранения. Да, и воздействие на психику может быть непредсказуемо и совершенно необратимо. В том числе и психиатрической больнице. Да, к сожалению, да. Но другим вопросом, летним, как говорят медики, число травм у детей летом, по сравнению с зимним периодом, может возрастать вдвое. Расскажите, пожалуйста, какие забавы чаще всего приводят к печальным последствиям? Ну, здесь надо сказать о том, что во все времена дети, потому что они постоянно ходят в движении, получают те или иные травмы. Это связано с теми играми, это связано с тем, что они общаются со своими сверстниками. Где-то не поделили лопатку, где-то не поделили еще какую-то другую игрушку. Где-то они неудачно съехали с горки или покатались на качелях. Есть травмы, но дело в том, что у нас сейчас травмы все фиксируются. И если брать в цифровом выражении, то за вот этот период текущего года у нас значительно увеличилось количество обращений, количество обращений именно родителей своими детьми в учреждения здравоохранения. Но последний случай, который приходится констатировать, это мы предполагали наши денежки, монетки, которые дают о себе знать. Потому что вот в Речицком районе два ребенка, которые поступили в учреждение здравоохранения, потому что дети поиграли с монетками. И что интересно, одному ребенку нету года, второму ребенку это получается второй класс. Но я знаю, что в Минске это в учреждении здравоохранения по 3-4 подростка, ребенка, которые поступают, потому что они проглотили эти монеты. Что еще, какие травмы? Телевизор упал на ребенка, потому что родителей не оказалось рядом. Собака покусала. Или ребенок упал с эскалатора здесь в городе Гомеле. И другие случаи, которые нам приходится рассматривать для того, чтобы в дальнейшем проводить разъяснительную работу среди родителей. Как можно защитить детей? Мы подинтересовались у гомельчан, какие меры они принимают для этого. Давайте посмотрим. Надо контролировать, не оставлять их без присмотра. А как? По-другому никак не убережешь. Ну и все время невозможно за ними следить? Ну и все время невозможно не оставлять. Закрывать окна, потому что сейчас эти сетки, они думают, они хорошо стоят и облокачиваются. Только смотреть, а больше никак не получится, если они маленькие. А вы пользуетесь какой-то информацией дополнительной? Где-то читали что-то на эту тему? Нет, не читали ничего. Ну конечно, ситуация с монетами и с окнами это очень серьезная. Просто не давать. И все время смотреть. Ребенка оставить нельзя ни на секунду. Желательно, чтобы ты дома был взрослый не один, а несколько взрослых. Тогда как-то еще за ребенком кто-то смотрит. Честно говоря. Окно открыто, доступно. Он лазит. Он еще не понимает конкретно, что ты можешь упасть, да и там и разбиться. Поэтому это большинство еще нужно с родителей спрашивать, чтобы они относились к своим детям, так как к детям. А не то, что так бросил, пошел там или сядут, пьют там друзья, а они дети сами по себя. Так что какой тут еще может быть? Государство не удерживается. Каждым не представишь сторожек и ребенка. То, что не следят за ними, это и главная причина. И с детства не обучают детей, то, что нельзя играть с огнем, нельзя включать технику. Не слушают. На своих ошибках это было бы хорошо, чтобы они учились. На чужих ошибках, но они не слушают. Теперь такое время, такие дети, что они по-своему все воспринимают. Так что я не знаю даже, что ответить на этот вопрос. Лето действительно время открытых окон, и это опасно. В Речице полуторагодовалая девочка, облокотившись на москитную сетку, выпала с пятого этажа. Ребенок выжил, а в лове подобный случай закончился трагедией. Евгений Геннадьевич, нельзя ведь запретить людям закрывать окна? Ну, открывать. Это не панацея. А какой может быть профилактика детских травм и детских смертей по такой причине? Вы знаете, то, что разъяснительная работа, это одно. Но другое, то, что надо достучаться до каждого. Я вот буквально на днях вернулся из командировки. Мы посещали семьи, зашли в одну квартиру, где женщина, с ней девочка, 3-4 годика. Она находится под присмотром, но когда я прошел по другим комнатам, в двух комнатах открыты форточки, не форточки, а объединиться до окна. И самое интересное то, что возле этих окон стоят кровать и диваны. Не дай бог, ребенок остается без присмотра. Соответственно, интерес, который проявляют дети к тому, что происходит на улице. Они иногда стараются повторять то, что делают их старшие братья или сестры, когда они становятся на подоконник и выглядывают в окошко, смотрят, что же там на улице, где их друг или подружка. Так и случилось в Луевском районе. И я хочу сказать, что вот эти все случаи, которые произошли, будешь внимательно их рассматривать. И дело в том, что здесь причина не только в том, что оставили ребенка под присмотром, потому что в некоторых случаях мы причины видим намного глубже. В том плане и в воспитании самих детей, в той ситуации, которая складывается в той или иной семье. Может быть, это просто трагическая случайность, и никогда такого больше не повторится. Но как оно может дорого стоить? Да, цена слишком высока. Но вообще маленького ребенка опасность может подстерегать везде. И даже в таком безопасном месте, как его, собственно, дом, кухня и ванная. Основные места, где могут происходить какие-то неприятные вещи с ребенком. Скажите, пожалуйста, вообще в принципе можно ли избежать подобного? Конечно, можно избежать. Но вот эта беспечность родителей, потому что я сейчас приведу несколько примеров трагически, когда у нас в этом году два ребенка, это город Гомель и Лоев, погибли от того, что они получили ожоги, ожоги кипятком. Соответственно, Лоевский район, чашка чая. Город Гомель, когда мама несла кипяток в ванну для того, чтобы принять душ. Это на тот период, когда отключали воду. Сейчас начнут все говорить, что не надо отключать, потому что это приводит к трагедии. У нас от несчастных случаев на дому погибло порядка 20%. Мы не раз обращали внимание на то, что не надо оставлять детей одних в ванне. И в этом году были случаи, когда спасали детей, к счастью, они остались живы. Потому что на некоторое время там мама оставила ребенка одного, и это привело к трагедии. И я приводил еще примеры, когда там телевизор падал, это, к счастью, закончилось все благополучно. Или мы всегда говорим в Светлогорском районе, когда ребенок упал с дивана, это закончилась трагедия. Ребенок через некоторое время погиб. Поэтому внимание не оставляет детей без присмотра. И заранее просчитывать каждый свой шаг для того, чтобы избежать угрозы жизни детей. Да, в несколько пар глаз стоит смотреть за малышами в такой ситуации. Еще один источник потенциальной опасности – это водоемы. Только в первом месяце лета вода забрала пять детских жизней в регионе. Евгений Геннадьевич, что делать? Вообще детей не пускать одних на пляж? Что делать? Опять обращаемся к нашим уважаемым родителям. То, как они проводят свое время. Правильно вот сказал Сергей Васильевич, это специалист нашего областного организации «Освод». Он сказал, что родители идут с детьми на пляж не отдыхать. Они идут на пляж для того, чтобы создать условия для отдыха своего ребенка. Поэтому для того, чтобы идти на пляж, надо сначала приобрести какие-то средства защиты для детей, чтобы они могли себя спокойно чувствовать на воде. Это жилеты, которые стоят недорого, это нарукавники надувные. И, соответственно, быть все время рядом с детьми, а не так, что мама лежит на песочке, загорает, принимает солнечные ванны, а в это время их дети, которым 3-4 годика, находятся в воде. И вот это в первую очередь вызывает возмущение со стороны, не побоюсь этого слова, субъектов профилактики, которые подходят, объясняют, дают памятки, чтобы еще раз родители почитали, вспомнили о том, что они пришли сюда со своими детьми. Ну и частые случаи, моменты, когда наши родители отдыхают со спиртным, и тогда они, наверное, уже забывают про своих детей, у них только одно – хорошо отдохнуть. Ну да, такая графа в статистике травматизма, как жестокое обращение с детьми у нас присутствует? Да, вы знаете, что за первые полгодия текущего года в отношении несовершеннолетних зафиксировано 125 таких случаев. По сравнению с прошлым годом идет снижение, но здесь именно те, которые направлены против жизни и здоровья детей. И опять приведу пример. У нас в Мозыре в начале года, когда отец убил своих двоих детей, сейчас суд, именно он вынесет вердикт, каков будет, мы узнаем соответственно из средств массовой информации. Кроме того, у нас за этот период зафиксировано 46 нарушений в отношении совершеннолетних, это половой неприкосновенности. Вы скажите, так много? Ну, зачастую у нас молодые девчонки, которым 14-15 лет, они сожительствуют со взрослыми людьми, которые уже достигли совершеннолетия. И поэтому возбуждаются уголовные дела в отношении вот этих взрослых молодых людей за то, что они, не зная законодательства, сожительствуют с молодыми девчонками. Поэтому прокуратурой области уделяется пристальное внимание. И в последнее время ситуация меняется в том плане, чтобы эти все вопросы отслеживались. Еще бы, конечно, хотелось, чтобы родители этих девочек за ними следили, знали, с кем они проводят время. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Вы уже в эфире, пожалуйста, говорите. Да. Здравствуйте. Добрый день. У меня. Не прерывайтесь, пожалуйста. У меня такой вопрос. Есть с дочонками Садово-Огородническое товарищество. Борец. Алло. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Вы не прерывайтесь, не делайте пауз. И в этом Садово-Огородническом товариществе... Хорошо, хорошо, я понял, услышал вас. И, значит, бездомные собаки бегают. Бегают собаки. И укусили вот ребенка у меня, да, сына покусали. И покусали, ну, так, серьезно, нормально покусала собака его. Мы за него отвезли в областную больницу. Позвонили там знакомым, узнали, куда можно отвезти. Сказали, в областную отвезите. Отвезли в областную больницу. И в областной больнице говорят, ну, мы вам поможем, конечно, Но завезите вы его, надо было везти в травмпункт, на сельмаше. Вот. Ну, в итоге помогли нам. Большого человеческого, конечно, спасибо, сделали укол. Согласны ли вы на этот укол? Мы согласились. И в итоге мы вот уже месяц, не месяц, но полмесяца, две недели точно. Бьемся, 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 бьемся. Никто не может приходить этих бездомных собак погонять. Понятно. Нужна помощь в ситуации. Спасибо большое за звонок. Евгений Геннадьевич, куда будет, когда рекомендовали обратиться? У меня такое предложение. Пускай этот обратившийся гражданин оставит свой контактный телефон. Мы с ним свяжемся. Подключим все службы. И посмотрим, как решить эту ситуацию. Спасибо. Спасибо. Сегодня любое событие, став достоянием интернета, становится и предметом широкого обсуждения. Конечно, то, что связано с детьми, всегда вызывает интерес и всегда вызывает резонанс. Вот, например, как этот ролик, который сейчас появится у нас на стене. В полоске мальчик катал девочку на скутере. Мальчик, сейчас сколько лет? Вошли. Причем многим пользователям видео-то понравилось, и мальчик понравился, и комментарии были такие, что здорово, настоящий растет мужчина и джентльмен. Евгений Геннадьевич, ну, а какое на вас впечатление производит подобное? Ну, для меня этот ребенок, он правонарушитель. Здесь, соответственно, и его родители, которые дали ему в руки, соответственно, вот этот скутер. У нас в Ветховском районе тоже был пример, когда два брата, один на велосипеде, другой на мотопеде, не имея никаких удостоверений, прав, не имея шлема, они совершили ДТП. То есть старший брат, который был на мотопеде, наехал на младшего. Младший был доставлен в больницу, получил тяжкие телесные повреждения. И здесь понятно вопрос, кто же дал этому подростку мопед, что привело к совершению уже преступления. Поэтому здесь правонарушения, здесь вопросы комиссии по делам несовершеннолетних, здесь вопросы правоохранительных органов. Но я хочу сказать, что, читая иногда комментарии по тем или иным сюжетам, приходится сталкивать, что они обсуждают мужчина или не мужчина. Но мне главное, что должны быть комментарии, совершил ли он противоправное действие и какое будет наказание ему и его родителям. Жалко ребенка в данной ситуации, он-то ничем не заслужил. Теперь такое пристальное внимание к нему со стороны компетентных взрослых, и тем более милиционеров. Жалко ребенка, жалко его психику и его нервы. Здесь родители несут ответственность, пускай отвечают. Евгений Геннадьевич, ну вы воспитали сыновей, сейчас у вас есть внуки, как я знаю. Подскажите, пожалуйста, как воспитать мальчика так, чтобы он был смелым, чтобы он был решительным, чтобы он многое в жизни мог, не боялся падать. И, наверное, и со скутера в том числе, не боялся дать сдачи и при этом не вызывал к себе интереса правоохранительных органов и комиссии по делам несовершеннолетних. Вы знаете, Оля, я бы не советовал давать сдачи, потому что в последнее время очень часто все-таки возбуждаются административные дела уголовные за то, что подростки что-то не поделили. Буквально мы видели недавно опять Речицкий район, что произошло, когда папа наказывал обидчика своего ребенка. И тогда уже в отношении отца вступал административный процесс, начинался административный процесс. Поэтому самое главное это внимание, самое главное ребенку объяснить, что его ожидает, если он совершит то или иное противоправное деяние. Самое главное то, что это должно быть в комплексе, самое главное должно быть понимание. Ну, мы все время говорим контроль, контроль, и мы говорим субъекты профилактики, чиновники, вот это слово. И я вот когда слышал комментарии, тоже родители на улице давали интервью, говорили контроль. Я думаю, что в первую очередь это объяснить, это понимать, это присматривать за своим ребенком, не контролировать его, а именно смотреть, чтобы он не нарушал те или иные законодательные акты, которые приняты и действуют у нас на территории Республики Беларусь. Беды приходят ведь и в благополучные семьи. Есть такое. Для родителей бывает, ну, неожиданностью, шоком узнавать, что что-то с их ребенком что-то не так. Могут просто недооценивать опасность, не осознавать, что какие-то сложности у ребенка в его отношении с окружающими происходят. Что бы вы посоветовали? Как вы ведете работу с родителями? Потому что с асоциальными категориями граждан, ну, понятно, понятно, о чем говорить, понятно, на предмет чего собираться. А с обычными благополучными людьми ведь нужно говорить тоже, пока вдруг не происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Вы знаете, что, ну, взрослые люди не любят, когда их начинают учить. Учить жизни. Конечно. Поэтому мы стараемся... Это даже дети не любят. Да, и дети. Поэтому мы в нашей работе стараемся на примерах, вот которые я сегодня приводил, на другие, а примеров очень много. Последний случай, когда ребенок с 14 этажа упал, и это трагедия была для семьи, это трагедия и для нас. Потому что парень, который мог бы дальше жить, мог дальше иметь семью и продолжить учебу. Поэтому мы не учим, мы рассказываем то, что есть на самом деле. Мы даем какие-то рекомендации. И родителям я хочу посоветовать о том, что не надо скрывать от субъектов профилактики, не надо скрывать в первую очередь от врачей. Потому что то, что происходит, в первую очередь связано с психикой ребенка. А если бы своевременное обращение к врачу, потому что родители были тех происшествий, которые происходили, я называл, были как бы в курсе тех событий, которые происходят, но они побоялись обратиться то ли к социальному педагогу, то ли к психологу, к психиатру. И поэтому имеем очень такой результат трагический для детей и, соответственно, для родителей. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к шумихе вокруг новой игры? Pokemon Go? Есть ли там какие-то опасности для детей и для детской психики? Вы знаете, уже есть случаи, мне приводили пример, когда ребенок вышел за пределы города Гомеля, потому что играл в эту игру. У него сел телефон, ребенок обратился к взрослому человеку с просьбой, чтобы он позвонил маме, и мама пришла и его забрала. Поэтому здесь я рассматриваю только с той стороны, что это снова проблемы, проблемы не только для нас, проблемы и для родителей. Евгений Геннадьевич, спасибо большое за такой интересный сегодняшний диалог. Я надеюсь, что мы были услышаны. Это был диалог с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетнего гомельского облсполкома Евгением Миткевичем. Берегите себя и своих детей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин